Дядь, купить нам сигарету? Что? Сигарет купить нам. Да. Если лицу позвоню, и потом родителям будете объяснять, зачем курите такие маленькие. Чтобы вообще не просили никого. Нас родители попросили. Неважно. Нас батя попросил. Родители, если попросили, это двойка вашим родителям. Никотин – яд, вызывает привыкание. Взрослые это понимают, но тем не менее курят. А вот ребенок. Он хочет выглядеть взрослым и часто готов взять сигарету, сделать первый шаг к формированию зависимости. Купят ли барнаульцы сигареты подросткам? Проверим в социальном эксперименте. А вот и первый участник нашего эксперимента. На просьбу детей мужчина ответил отказом. К тому же нашел минутку для воспитательной беседы. А этот герой решил сделать доброе дело. Ни секунды не колебаясь, он берет из рук подростка в купюру, еще и спрашивает о предпочтениях школьников. Мы не успеваем опомниться, как мужчина передал детям злополучную покупку. Неужели не понимает, что тем самым нарушает закон? Зачем вы купили детям сигареты? Просили, купил, все. Ну вы же понимаете, что они школьники. Дет, купите нам сигареты, пожалуйста. Еще одна попытка уговорить прохожих купить сигареты и еще один отклик. Снова молодой парень. Что заставило его так поступить? Солидарность к любопытству малолетних курильщиков или безответственность? Скажите, это доброта? Почему они не поругали, не объяснили, что так нельзя? Я не могу ничего вообще. Вдруг совесть проснулась. Чего привязали? Нам для отца, нам для отца надо, у него ноги болят. Я полицию сейчас вызову. Эти женщины горе курильщиков заметили не сразу, но настойчивые просьбы подростков вынудили подруг обратить внимание на происходящее. Разбираться на месте они не стали, ограничились угрозами. Я в шоке, я прямо аж разозлилась. Я полицию сейчас вызову. Из них вырастают потом натуральные попрошайки, иждивенцы и не понять кто. Не люди будут. Неожиданный поворот. Происходящим заинтересовался идущий мимо школьник. По возрасту, похоже, он даже младше наших актеров. Детям, не достигшим возраста 11 лет, нельзя курить вообще-то. Они нарушают закон. Эта женщина неравнодушно отнеслась к ситуации. Не сдерживая эмоций, она пригрозила школьникам тем, что сообщит родителям. А ну-ка шуруй отсюда, я сейчас мать увижу, я тебе покажу сигареты. Я тебя запомнила и тебя запомнила. Выяснилось, что сама она врач, а вреде курения знает не понаслышке. Ну какое ему курение, какое ему курение. Мы работаем, каждый день работаем с ними, а ну, правда? Да. Воспитание детей лежит на плечах родителей, но положительное влияние на подрастающее поколение отчасти и в наших руках. Двое из десяти барнаульцев согласились купить сигареты подросткам и даже попытались это сделать. Радует, что большинство прохожих не только отказали малолетним курильщикам, но и нашли время, чтобы рассказать детям о вреде никотина. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова